МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Кому и сколько депутаты Краевого законодательного собрания приступили к обсуждению бюджета региона? Тернистый путь к знаниям. Почему ученики барнаульских школ идут на уроки, рискуя жизнью? Краевые депутаты одобрили в первом чтении бюджет региона на ближайшую трехлетку. За принятие главного финансового документа на очередной сессии АКЗС проголосовали 50 из 65 присутствующих парламентариев. 13 высказались против, еще двое воздержались. Почему, по мнению народных избранников, документ требует доработки, расскажем прямо сейчас. Доходы Краевого бюджета в 2020 году составят 101 миллиард рублей. Финансовая помощь из федерального бюджета – почти 45 миллиардов. Расходы же запланированы в размере 107 миллиардов рублей. Дефицит при этом – 5 миллиардов. Новый бюджет заявлен как социально ориентированный, и основная часть средств пойдет на поддержку педработников и отдельных категорий граждан, кто работает и живет в селе. Первое – это сохранение всех видов социальных выплат, а также индексация выплат, связанных с увеличением ростов жилищно-коммунальных услуг на 4%. Заработная плата по указным категориям у нас будет расти в 2020 году на 8,7%. Депутаты фракции «Единая Россия» по традиции бюджет поддержали. За высказались и справедливой росы, но предложили доработать строку расходов. Мы будем настаивать на выделении средств для большего, чем запланировано, повышения должностных окладов бюджетникам, индексации всех социальных выплат гражданам, увеличении финансовой поддержки муниципалитетам, выделении дополнительных средств для решения проблемы жилья для детей-сирот. А вот представители КПРФ проголосовали против. По мнению коммунистов, упор нужно делать на поддержку детей войны и участников Великой Отечественной, а также на увеличение компенсации на питание школьников. КПРФ уже на протяжении многих лет носит предложение о пересмотре этой издевательской суммы в 4,85, чтобы эта сумма была доведена до реальной суммы, необходимой хотя бы в объеме 40 рублей. Против и либерал-демократа, и лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов пояснил, что при низкой зарплате и высокой безработице в крае нужно выделять больше средств на создание новых рабочих мест. Мы бы назвали принимаемый бюджет комфортным, в первую очередь комфортным для власти. Точно примем, точно наполним, точно с небесоким превышением, точно все потратим и какое-никакое движение вперед точно обеспечим. Говорить о том, что мы сегодня заняли какую-то комфортную нишу, которая бы удовлетворяла всех, и власти, и жителей, но я, наверное, с этим не соглашусь. Мы получаем сегодня полное неудовлетворение, я уже об этом говорил. Нам важны инвестиции, нам важно развитие экономики, на то, чтобы решать главную задачу – рост доходов нашего населения. Председатель АКЗС также отметил, что ко второму чтению закон будет доработан, особенно планируется скорректировать расходную часть. А между тем на сессии одобрили еще ряд важных законов, к примеру, предоставление компенсации на двухразовое питание школьникам с ограниченными возможностями здоровья. У нас всего порядка 9,5 тысяч таких ребятишек обучаются в шуковых, в общеобразовательных школах, просчитали расходы нормы питания, средняя стоимость питания, а также количество детей, количество посещения, на коэффициент умножили посещаемости детей и вышли на сумму 110 миллионов рублей. На сессии дали добро и законы на расширение штата специалистов органов опеки, теперь их стало на 11 человек больше. направят их в наиболее нуждающиеся районы края – Волчих, Узалесовские и Заринские районы. Валентина Аскирова, Николай Шилко. День с толком. Дорога только к одной из семи барнаульских школ безопасна. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта. Они продолжают проверять опасные участки. Поводом стала трагедия в Саратове и недавний случай в Барнауле, когда на девочку напал неизвестный. Какие опасности чаще всего подстерегают барнаульских школьников на пути к знаниям и как их можно предотвратить, выяснял Илья Кочетков. Самое страшное, что школа 60 вокруг окружена по периметру гаражами. И откуда ни пройди, через все эти входы мы идем через такие заросли. Школа номер 60 находится на улице Советской Армии. Участок оживленный, рядом жилые дома, поликлиника. Но уровень комфорта городской среды здесь оставляет желать лучшего. Вот другой подход к той же самой школе. Он выглядит более цивилизованно. Здесь даже есть тротуар. Но гаражи и в темное время суток нет освещения. Трагических случаев со школьниками здесь, к счастью, в последнее время зафиксировано не было. Но едва ОНФ разместили в соцсетях призыв сообщать об опасных маршрутах, от родителей учеников 60-е буквально посыпались жалобы. Эксперты уверены, обезопасить детей можно и нужно, всего лишь предприняв несколько простых мер. С этими предложениями они уже обратились в городской комитет дорожного хозяйства. А вот печально известная лесополоса рядом со школой номер 133, что в новостройках рядом со старой лентой. Именно здесь несколько дней назад мужчина напал на девочку. Ей чудом удалось вырваться. Теперь родители школьников бьют тревогу. Многим ребятам приходится по пути на учебу пробираться через эти заросли. В некоторых местах складывается поистине парадоксальная ситуация. Вот, например, пешеходный переход. Есть знаки, и я могу, согласно правилам, и любой школьник может перейти дорогу здесь. Но тогда наш путь упрется буквально в лесополосу. Перейти гораздо удобнее вон там, чуть подальше. Там есть натоптанная тропинка, но нет знаков. Соответственно, я и любой школьник нарушит правила, переходя дорогу там. Как пояснили в руководстве школы, знак перехода был установлен, видимо, непродуманно. Да и дорожная сеть с тех пор изменилась. Теперь проведут работу над ошибками. Обратятся в городскую администрацию, чтобы перенести его дальше. А также скорректируют паспорт безопасности дорожного движения. Обязательно заменим карту, пересмотрим новые уже инфраструктуры и добавим в нашу карту и светофоры, и пешеходные переходы. Но, как считают и в самой школе, и в ОНФ, этим проблему не решить, пока городская администрация не возьмется всерьез решать вопросы безопасности пешеходных маршрутов во всем городе. Не секрет, что во многих местах есть проблемы с освещением, тротуарами и прочим. Это подтверждают и жители города. Они продолжают присылать народникам жалобы на школьные маршруты, в очереди на проверку порядка 15 школ. Рейды продлятся еще неделю, после чего список претензий и рекомендаций отправят в городскую администрацию. Причем исправлять недочеты, уверены там, следует немедля. Совсем скоро закончатся каникулы, и улицы города снова заполонят школьники. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Резонансные истории о жестоком обращении с детьми в последнее время не сходят со страниц газет, телевидения и информационных агентств. Алтайские крайние исключения. За короткий период времени у нас зафиксировано три случая жестокого обращения с детьми. Почему система приемных семей дала сбой и как ситуацию изменить, говорили за круглым столом. Чиновники, педагоги, представители опеки. Инициатором обсуждения стал депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Они чувствовать должны, что они в семье, что они должны знать, что их любят, что они любимы. Но так гладко бывает далеко не всегда. Только в прошлом году 104 ребенка вернули в детские дома. В 12% случаев это произошло по причине смерти родителя. Более чем в 48 не сложились отношения между ребенком и новыми папой и мамой. А в 20% детей забрали из-за ненадлежащего исполнения опекунами своих обязанностей. Именно поэтому я сегодня и собрал этот круглый стол для того, чтобы мы с вами, по сути, провели, ну, наверное, мозговой штурм. Чтобы обозначили проблему, чтобы разобрались, проанализировали ее и, возможно, предложили какие-то решения, которые могли бы исправить ситуацию. Предложений прозвучало много. Люди с огромным опытом работы в этой сфере уверенно говорили, что к выбору родителей нужно подходить еще более тщательно. Мы должны иметь четкое представление, уж простите, может быть за старомодность, но о каких-то нравственных качествах кандидата. И понимать истинные мотивы, для чего берут ребенка в семью. Конечно, должны быть четко определены требования к предельному возрасту, на наш взгляд, и доходам опекуна или приемного родителя. Чиновники, работники опеки, педагоги почти в один голос и, можно сказать, впервые заявили об обязательной психологической помощи семьям, которым все-таки доверили воспитание детей. Я считаю, важный модуль, который должен быть во всех службах сопровождения, это модуль по ненасильственным методам воспитания детей. Этому нужно обучать родителей, об этом нужно открыто и прямо говорить. Нужно прямо говорить и о фактах насилия, которые встречаются не только в замещающих семьях, но и в тех, где опекунство над детьми берут кровные родственники. Подобная ситуация произошла в Бийске. Была доказана вина опекуна, опекун понес наказание. Когда мы разбирались с ситуацией, это семья, где тетя усыновила племянницу после смерти младшей сестры. Если в замещающие семьи родители обязаны проходить школу, то кровная семья может отказаться от этого. Участники круглого стола считают, что школа приемных родителей должна быть обязательна для всех. Таким семьям хотя бы раз в пять лет нужно сдавать своего рода экзамен на пригодность к воспитанию. А еще требуется увеличивать штат органов опеки. Об этом говорили все присутствующие. К примеру, в Заринском районе работает всего один специалист по опеке, а сел, в которых живут семьи с приемными детьми, 22. Нагрузка практически не посильная. Сегодня средняя нагрузка на специалиста по опеке это четыре с половиной тысячи детского населения и более. Конечно, это очень значимая нагрузка. Все присутствующие также согласились с тем, что необходимо создание единого центра работы с семьями. Ведь на данный момент опека находится на муниципальном уровне, а центры помощи краевые, государственные. По итогу круглого стола все предложения участников были зафиксированы. Теперь их направят в Министерство образования края. Следующим шагом станет поиск механизмов для их реализации. Татьяна Голубева, Николай Шелко, Алексей Фризин. День с толком. Продолжим выпуск. Свалка на контейнерной площадке в центре города. Почти две недели в одном из дворов Барнаула идет война управляющей компанией с рекоператором. Жители соседних домов ежемесячно платят за вывоз мусора, но отходы продолжают копиться. На этой площадке должны стоять четыре таких евроконтейнера. Сейчас два из них принадлежат ресторану и ТСЖ. Регулярно из них забирают мусор машина рекоператора. А эти контейнеры самовольно заменила управляющая компания без согласования с рекоператором и администрацией города. Именно этот шаг привел к образованию свалки. Приезжающий сюда мусоровоз просто технически не может забирать такой витары. Отправлять две машины на площадку нецелесообразно. Не возится, потому что другой транспорт не приезжает сюда. Он не может забрать эти контейнера, которые стоят. Как быть, установить соответствующую тару, которая должна находиться на этой контейнерной площадке, и, соответственно, начнется вывоз. Но есть и схема санитарной очистки городов, в которой указано, какой тип тары должен стоять на конкретной мусорной площадке и какого объема. По этой схеме данная площадка должна быть оборудована евроконтейнерами объемом 1,1 кубических метра. В администрации города считают, что такие прецеденты нельзя создавать, иначе тогда в каждом дворе начнут появляться разные контейнеры. Внесение каких-либо изменений допустимо только после согласования в санитарную схему очистки, только после согласования с администрацией города и с региональным оператором, который несет ответственность. Управляющая компания 1 никаких согласований не проводила, заменив в своей воле контейнеры на 0,75 куба. И без порядка в этой области, без соответствующих согласований со схемой, извините, это будет полный абсурд. Каждый может поставить все, что ему надо. Администрация города направила заявление на управляющую компанию 1 в Роспотребнадзор о ненадлежащем содержании контейнерной площадки. После чего весь мусор управляющая компания все-таки убрала, правда, несогласованные баги остались на прежнем месте. А это значит, что уже через пару дней ситуация с горой мусора может повториться. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалара». У меня к этому часу все новости. До встречи.